Чему Владимир Путин научился у Адольфа Гитлера? Машина пропаганды заводится на полную мощь, когда к микрофону подходит сам Владимир Владимирович. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пока наши политики что-то мямлят у микрофона. Каждое выступление президента России – четкий и продуманный спектакль. И бьет словами Путин прямо по сердцу и уму каждого зрителя. Мы внизу и смотрим вверх. Это вызывает просто даже в нашей нервной системе определенные воспоминания. Тот, кто выше, тот главнее. Хотя мы знаем, какого роста на самом деле Владимир Владимирович. Владимир Путин очень любит публичное выступление. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? На образ Путина работает целая команда специалистов. Спичрайтеры и режиссеры расписывают сценарии для его выступлений, где каждая деталь играет свою роль и в свое время. Изображение победы, величия. Видите, что это не какой-то зал для пресс-конференции, а зал для торжеств. Специальные ряженые гости сидят на правильных местах и задают всю торжественность мероприятия. Сидят специальные люди и, скорее всего, эти люди сидят именно по флангам. Они первые бурно аплодируют и поднимают весь зал на ноги, когда нужно встать. Если вы сидите по центру и смотрите, что справа стоит и слева встают, это такое дополнительное социальное доказательство. Даже такая мелочь на одежде гостей, как ленточка, способ воздействия на человека. Причем заметьте, что не только ленточки, но и галстук, как георгиевская ленточка. Представителей разных религий и конфессий редко увидишь вместе, а здесь они в одном ряду. Демонстрируют зрителю поддержку духовенства. Это показатель соборности. Показывают абсолютно разные конфессии. Мы видим, очень разные люди здесь сидят. Это тоже символ того, что мы едины. Люди в национальной одежде или священнослужители при параде тоже не случайны. Все для того, чтобы больше верили словам вождя. И тот народ, который смотрит это, находит сходство, что здесь тоже сидят мои люди. Путин прекрасно знает, и как слова интонации выделить. После революции большевики по разным соображениям, пусть богом будет судья, включили в состав Украинской союзной республики значительные территории исторического юга России. И в какую позу встать, чтобы показать, кто здесь хозяин. Когда человек говорит какую-то утверждающую фразу, где сила заложена, либо идея, он рукой доминирования. Видеть врагов даже в братьях и соседях. Если будем работать так, то ни хрена не сделаем. Его учили с юных лет. Единственное, что меня восхищает в советское время, это школа КГБ, которая сумела, действительно сумела, так обучить людей. Пора бы ему остановиться, наверное. Пора бы понять, что сейчас уже другое время. Но верить в это сам Владимир Путин уже давно перестал. Как и в то, что в России и за ее пределами пропаганду Кремля можно не считать за правду. Это же ложь, сплошная ложь. Мы все время в этом купаемся, в этой лжи. Держите! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова